Горка с отколотым куском железа, люки, прикрытые фанерой, торчащие из земли полуметровые трубы. Так выглядит игровая зона во дворе дома номер 44 по улице Генерала Петрова. Пару турников и горка. Вот такая детская площадка расположена в одном из дворов черемушек. По внешнему виду реставрации она не подлежала ни разу со времен установки. На турниках краска отшелушивается, местами виднеется ржавчина. Забор – сплошная опасность. Уже давно потерял вид и не выполняет свою функцию. От ветра шатается, к тому же местами торчат острые детали. Если ребенок будет бежать и случайно зацепится, то рана гарантирована. Возможно и с осложнениями, поскольку всюду ржавчина. Теперь посмотрите на эту горку. Спуск в двух местах поврежден. Называется «Прокатись и останется без штанов». Очень сомневаемся, что кто-то уходил отсюда с целыми брюками. Горка, боже, ей тут уже лет, наверное, 500, если не больше. Она все время с дырками, ее там как-то ремонтируют сами жители. Но на ней даже страшно кататься, потому что цепляется все, там куски металла и так далее. Также по другую сторону площадки – зеленая зона. Так вот, на ней в траве есть несколько люков без крышки. Горожане самостоятельно прикрыли их фанерой, чтобы хоть как-то уберечь окружающих от несчастного случая. Но это особо ситуацию не спасает. Относительно детской площадки, то и сложно назвать детской площадкой, если вы видите состояние этой стороны и этой стороны. А то, что люки открыты, надо посмотреть только то, что стоит там ливневку посмотреть. Там вообще упасть у нее можно, этот ребенок. Они не открыты, они там просто проваливаются и машины. Когда-то в свое время, когда делали здесь вроде бы как дорогу, собирались все починить, все переделать. Но переделали так, что мы сейчас имеем такую серьезную проблему. Если бы вы приехали после дождя, у нас можно Черноморский флот тут здесь пускать. Воды по колено. Вода стоит, ну, где-то, наверное, дня два, да, наверное, вода у нас стоит во дворе. Ходить вообще невозможно. Все люди идут вдоль дома. Вы можете себе представить. Поэтому ситуация на генерала Петрова 44 – это просто катастрофа. Вот той ситуацией, которая здесь есть, чтобы вы, я же говорю, приехали после дождя и увидели это все – это кошмар. Поэтому для детей тут инфраструктуры у нас нет. Хотя территория есть, можно было бы сделать, можно было бы облагородить, но… Конечно, можно было бы сделать. Вот только делается это в тех городах, где местные власти трудятся на благо народа, а не на свое собственное. Посмотрим, как быстро чиновники отреагируют на обращения горожан. Заодно и увидим, насколько дорожат безопасностью и комфортом одесситов.